добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнера рад вас видеть на презентации компании skyway capital если меня слышно видно хорошо поставьте плюсики и будет в принципе здорово если напишите города в которых вы сейчас находитесь вот я так посмотрел список знаю что у нас есть даже дальний восток если не ошибаюсь если это тот руслан вот то там получается плюс 7-8 к нашему сегодняшнему времени так барнаул очень здорово вот опять же барнаул это как минимум 3-4 часа до руслан фокина хорошо коллеги речь у нас сегодня пойдет о компании skyway capital германия приветствуем вот и информация будет разбита на две части как мы это обычно делаем цель презентации донести до людей которые возможно слушать информацию первый раз что есть технологии разработанную ницким который в ближайшее время уже будет выведен на мировой транспортный рынок и цель рассказать об инвестициях о той возможности которые предлагает компания skyway capital то есть любой человек который сегодня приложит ну достаточно скажем так небольшие усилия в плане физические усилия небольшие умственные да потому что надо разобраться в технологии финансовые по собственным возможностям он может стать совладельцами этой технологии о которой мы с вами будем говорить в первой части вебинара гораздо более подробного технологии рассказывается у нас на вебинарах который проводит александр мын кот это происходит по воскресеньям и понедельникам вот семейные встречи и рассказ о технологии два раза в день в понедельник по средам у нас и технологические вебинары на который сергей сибиряков алексей с уходой и знакомит наших и вновь появившихся партнеров да и тех людей которые ещё партнерами не стали с тем что of меня представляют технологии разработанной на труда рочаме уницким струнный технологии технология SkyWay, небесных дорог. Наша же цель сегодня, и такие вебинары у нас проводятся два раза в неделю, это понедельник в 5 часов, четверг в 18 часов. И такую же информацию мы даем на живых мероприятиях, живых презентациях в целом ряде городов. И, кстати, ближайшее мероприятие, которое будет буквально через несколько дней в Москве, состоится во вторник в 19.30. Место, где оно будет проходить, мы проинформируем всех наших партнеров, куда можно прийти самому, куда можно пригласить людей, чтобы они получили информацию о нашем проекте. Итак, первая часть технология SkyWay. SkyWay это Sky-небо, Way это путь, либо дорога. То есть небесные дороги. Иногда это называют небесные дороги Юницкого. Прежде чем кратко рассказать о технологии, четыре важных момента непосредственно у компании SkyWay Capital. Первый из них, то что она была зарегистрирована на территории Великобритании, вы видите номер свидетельства регистрационной нашей компании. Мы являемся официальным партнером группы компании SkyWay, по привлечению инвестиций в проект. То есть наша основная деятельность это инвестиционная и информационная. SkyWay Capital своей деятельностью, благодаря тому, что привлекает инвестиции и расширяет, скажем так, значительно круг клиентов и инвесторов в наш проект, способствует выведению нового инновационного транспорта на мировой транспортный рынок. И очень важно, наверное, ключевой момент, то, что платформа, которая когда-то была выбрана корневой компанией, компания RSV System, это краудинвестинг, либо народное инвестирование, компания SkyWay Capital переняла опыт корневой компании и работает тоже по методике краудинвестинга. Цель всего этого, то, что мы делаем, это финансирование строительства, сегодня это называется экотехнопарк, либо международного центра сертификации, который находится на территории Республики Беларусь. Ну, прежде чем мы к нему подойдем, мы кратко, скажем так, еще с вами рассмотрим, что же из себя представляет технология, кратко посмотрим историю развития струнного транспорта, струнных технологий, потому что это ни много ни мало занимает почти четыре десятка лет. Автором и генеральным конструктором технологии является Анатолий Дардаченицкий, он же является президентом группы компании SkyWay и является генеральным директором компании струнной технологии, которая у нас находится в Беларуси, и именно эта компания занимается непосредственно реализацией технологии, строительством экотехнопарка, то, что сегодня активно происходит в нашей с вами жизни. Анатолий Дардаченицкий, его можно назвать российским, белорусским, советским изобретателем, предпринимателем, ученым. За время разработки технологий, как я сказал, почти четыре десятилетия, Анатолий Дардаченицкий дважды руководил проектом Организации Объединенных Наций, то есть данная структура, экспертный состав данной организации давал свои заключения по технологии, и дважды он выделял денежные средства на развитие струнных технологий. В начале своей деятельности Анатолий Дардаченицкий стал членом Федерации космонавтики СССР, это далекие 70-80-е годы предыдущего столетия. За все время, скажем так, своей научной деятельности у него более 140 различных изобретений, несколько десятков из которых сегодня на практике реализованы в своем ряде направлений промышленности и сельском хозяйстве. У него большое количество различных научных работ и 18 монографий, то есть он является автором 18 монографий, большинство из которых размещено на его сайте www.unitsky.com, это сайт инженера Юницкого. То есть если вы обладаете пытливым умом, как я говорю, вы можете зайти на этот сайт и ознакомиться с большим количеством материала различного, печатного материала, видеоматериала, потому что, скажем так, струнные технологии, это не что-то, скажем, неожиданно возникшее в нашей с вами жизни, это то, что было предъявлено миру не так давно, в 10-е годы нашего тысячелетия. Об этом мы с вами сейчас увидим и ролики, и вы получите об этом информацию. У Анатолия Юрьевича Юницкого три высших образования. Первое из них связано с транспортом, то есть он инженер транспорта. Второе – патентное право изобретательства. Третье образование Анатолия Юрьевича Юницкого – строительство и проектирование высотных зданий и инфраструктурных сооружений. Все три образования он использует сегодня на практике, реализуя те ноу-хау, которые он сам разработал в своей технологии, которые называются струнные технологии. На данном слайде вы видите историю развития струнных технологий, потому что SkyWay, в принципе, это то, что появилось в нашей жизни не так давно, где-то на рубеже 12-13 года нашего столетия, буквально 2-3 года назад. Итак, условную историю можно разбить на четыре части, но прежде чем поговорим кратко совсем об истории развития струнного транспорта, струнных технологий, я бы хотел вам включить чуть-чуть, ролик, который продемонстрирует вам, что из себя вообще представляют технологии, разработанные уницким, что же это за транспортные системы, которые мы выводим на мировой транспортный рынок, их отличие от всего того, что мы имеем на сегодняшний день. А сегодня мы с вами знаем четыре транспортные системы, которые используются ежедневно человечеством. Это автомобильный транспорт, водный транспорт, речной, морской, воздушный – это авиация, то есть самолеты, вертолеты. И у нас есть еще железнодорожный транспорт, высокоскоростные железнодорожные магистрали, пригородный транспорт и так далее, и так далее. Пассажирские перевозки, грузовые перевозки. Данный вид транспорта отличается от всех, что я перечислил, имеет огромное количество преимуществ по отношению к каждому из них. Двухминутный ролик, который вам даст представление, что из себя представляет технология Transnet, то есть это следующий шаг в развитии человечества, это шаг в шестой технологический уклад, это новый вид мировой паутины. Мировой паутины перемещения грузов и людей, которые, скажем так, в себя будут включать все те достоинства мировой паутины, которую мы сегодня используем. То есть интернет будет частью данной технологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Транспорт, как я уже говорил, недалекого будущего. Подробнее с информацией о технологии, как я вам говорил, можно ознакомиться и на сайте Анатолия Дородовича Юницкого, можно посмотреть огромное количество видеоматериалов на наших каналах в Ютьюбе, да, то есть там большое количество роликов, посвященные, скажем так, и трем видам исполнения данного вида транспорта, точнее данной транспортной технологии, ее реализации. Это грузовой транспорт, и скорость передвижения, скажем так, по путевой структуре грузового транспорта будет составлять 120 км в час. Это городской транспорт, скорость от 50 до 150 км в час, и это высокоскоростной международный транспорт. Как я говорил, история насчитывает, скажем так, уже почти четыре десятка лет, ее условно можно разбить на четыре этапа. Первый этап был, ну, наверное, одним из самых продолжительных, он продолжался с конца 70-х годов по середину 90-х. Именно тогда Анатолий Эдуардович подал первую заявку на изобретение. Именно тогда были первые научные публикации. Признание данной технологии Ассоциации, Федерации космонавтики СССР была проведена в начале 80-х годов в городе Гомеле первая научно-практическая конференция. Тематика ее была, это в неракетное освоение космоса, и о струнном транспорте говорилось в том числе. И был получен первый грант Советского фонда мира на развитие данной технологии. С 95-го по 2000-й, ну, чем знаменателен этот период, потому что у Анатолия Эдуардовича существовала, скажем так, своя научная школа, было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы, в первую очередь, высокоскоростному подвижному составу. Именно в это время был получен первый грант Организации Объединенных Наций. И были продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба. Третий этап. Очень важный, потому что именно в это время о технологии узнал весь мир. Потому что, скажем так, был такой человек, Александр Лебедь, который поспособствовал максимально строительству тестового участка, либо полигона, это называлось в то время, в подмосковном городе Озеры. Планировалось вообще построить дорогу от Озер до Москвы. И если вы посмотрите наши материалы, то где-то есть фотография, где написано «нулевой километр дороги Озера-Москва». Именно в это время был получен второй грант Организации Объединенных Наций. Было проведено большое количество испытаний на территории тестового участка, на территории полигона. Был отработан целый ряд методик. Данную территорию посещали различные международные делегации. Их было достаточно много. И целое, скажем так, большое количество государственных структур, в первую очередь Российской Федерации, специалисты целого ряда институтов, которые занимались исследованием в области транспорта, отдавали свои экспертные оценки и заключения по поводу того, что было им продемонстрировано на территории тестового участка в подмосковном городе Озера. В это же время были заключены первые государственные контракты между предприятием, которым руководил Анатолий Дарович Юницкий, и целым рядом регионов Российской Федерации о строительстве дорог по струнным технологиям. То есть участок был небольшой, то есть эстакада составляла порядка 150 метров, и вот на нее забирался ЗИЛ-131 с железными колесами, то есть этому есть свое объяснение, потому что наименьшее сопротивление между качением железного колеса по металлической путевой структуре, в отличие, например, от НЕВМа, который, скажем так, у нас накачанной шиной мы ездим в автомобилях и так далее. Но что еще очень важно, данная технология была продемонстрирована президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, это было на госсовете, который состоялся в Ульяновске, и там данная технология была представлена как передовая, прорывная, было предложено внести ее в список критических, которые нужно развивать на территории Российской Федерации. Ну и чтобы не быть голословным, добавлю, наверное, следующий объем информации, то есть видеоролик о том, что Анатолий Дарович был собственный испытательный полигон, то, что был участок подмосковного города Озера, и именно в это время, как я сказал, огромное количество различных телевизионных каналов и центральных каналов Российской Федерации, федеральные каналы, и целый ряд региональных каналов телевизионных, большое количество, скажем так, печатных изданий давали информацию о том, что у нас в России развивается технология, называемая струнными технологиями, которую разработал Анатолий Дарович Веницкий. Итак, друзья, короткий ролик, чуть менее двух минут, непосредственно о том, что был полигон, то, что, скажем так, технология была продемонстрирована миру, и будем с вами двигаться дальше по информации нашего вебинара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok на сайте Анатолия Даровича Веницкого, на сайте непосредственно компании Skyway Capital. Он займет там четыре с лишней минуты, где губернатор Ульяновской области представляет данную технологию, предлагает президенту страны на тот момент данную технологию начать, скажем так, реализовывать на территории Российской Федерации. После госсовета произошел, может быть, не совсем приятный, либо совсем неприятный момент, то, что данный полигон быстро, в течение нескольких дней разобрали, скажем так, и все, что на нем было, от него не осталось и следа. То есть причина может быть разная. Одна из них может быть то, что было все-таки принято решение после госсовета выделить сумму порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии. Возможно, это, скажем так, борьба нечистоплотных конкурентов, которые относятся к транспортной отрасли, с технологией, которая, по сути дела, еще не то, чтобы даже не подняла головы, а только-только стала появляться. Важно, что Юницкий не опустил руки, важно, что он продолжал, скажем так, вести работы и заниматься дальнейшей разработкой, внедрением своей технологии. Было проведено большое количество переговоров с различными людьми, то есть с чиновниками разного уровня, то есть с административным ресурсом, с предпринимателями, с бизнесменами, высокого полета, у которых было большое количество денежных средств, которые они могли бы вложить и развить данную технологию. К сожалению, все переговоры заходили в тупик, и после этого, скажем так, устав от многочисленных переговоров, Анатолий Юницкий принял решение оценить свою технологию, то есть интеллектуальную собственность. Она была оценена европейскими независимыми агентствами и компаниями в сумму более 400 миллиардов долларов США. В итоге, на основании этой оценки, на основании интеллектуальной собственности Юницкого была зарегистрирована компания Великобритании, и было принято решение обратиться к тем людям, которые в первую очередь необходим данный вид транспорта, и безопасный, и экологически чистый, и высокоскоростной, и в разы дешевле, скажем так, по стоимости билетов, чем все то, что мы имеем на сегодняшний день. Просто к нам, к людям, к физическим лицам. И вы знаете, в январе месяце откликнулись первые люди, стали инвесторами нашего проекта. На сегодняшний день подобная платформа, краудинвестинг, показала свою эффективность. Мы работаем более двух лет, да, и на сегодня уже проделали большой объем работы, и есть чем похвастаться. По сравнению с тем, что было до января 2014 года. На данном слайде вы видите небольшой перечень тех государственных структур, либо, скажем так, международных структур, которые давали свою экспертную оценку технологий, когда у Анатолия Дорожцева был свой собственный испытательный тестовый участок в подмосковном городе Озера. Это и Гостроя России, и Министерство экономики транспорта, Институт проблем транспорта Российской академии наук, вы видите все это на слайде. Про организацию обменных наций мы с вами уже говорили. Было получено более 50 патентов на те ноу-хау, которые Ениска использует в своей технологии, и на различных международных форумах, выставках, посвященных науке, технике и в первую очередь транспорту, было получено более 40 различных международных наград, дипломов, золотых медалей, кубков. Одна из наград смотрит на меня целыми днями. Я сижу в комнате, напротив которой, скажем так, напротив моего стола находится премия «Золотая колесница» в номинации «Проект года в транспортной отрасли». Таких премий было получено Анатолию Дарвичем две. На этом слайде перечислены, скажем так, далеко не весь список преимуществ комплекса Skyway, транспортно-инфраструктурного, по отношению к другим транспортным системам. Это и низкая себестоимость строительства и оказания дальнейшим транспортной услуги. Минимальный землеотвод, то есть в сто раз меньше, чем для строительства автомобильной дороги, например. Высочайший уровень автоматизации, то есть человеческий фактор, будет сведен к нулю при использовании данной технологии. Высочайшая степень безопасности, то есть, есть несколько, скажем, основных аспектов, ключевых, наверное, моментов, почему мы говорим о высоком уровне безопасности. Во-первых, скажем так, пассажирский поток, точнее, транспортный поток и людской поток пешеходов будут разведены по уровням. То есть люди совершенно спокойно смогут в дальнейшем гулять по улицам наших городов, а транспорт будет ездить сверху. Это уже, скажем так, сбережет огромное количество человеческих жизней. Каждое транспортное средство будет снабжено противосходным устройством. Запас прочности путевой структуры по отношению к нагрузкам, которые она будет нести при передвижении транспортных средств, особенно в момент старта либо торможения, минимум десятикратный. Плюс ко всему путевая структура, скажем так, перепады температур выдерживает, в принципе, в диапазоне от минус 70 до плюс 70, как заявляется генеральным конструктором. Единожды, будучи построенной, она будет служить более 100 лет. Данная путевая структура абсолютно независима от тех климатических условий, в которых будут построены дороги. И такие природные явления, как сильный снегопад, сильный дождь, сильный туман, вплоть до того, что даже землетрясения с высоким уровнем больности не страшны данной путевой структуре. И это очень важно, потому что действительно, когда у нас начинаются сильные ливни, сильный снегопад зимой и так далее, практически весь транспорт останавливается. Для путевой структуры Skyway, для транспорта, который будет передвигаться по струнным рельсам и поднятый над землей, все это будет абсолютно не страшно. То есть фактически транспорт экологически чистый, да, отсутствие вредных воздействий будет на природу и на самого человека, который будет находиться как внутри транспортных средств, так и, скажем так, находиться где-то недалеко от транспортной инфраструктуры. Низкий уровень вибрации, низкий уровень шумов и много чего еще. Конечно, в итоге это экономия времени, потому что скорость, о которой мы с вами говорили, международный, междугородний Skyway будет достигать скорости 500 км в час. То есть такое расстояние, как от Москвы до Питера, мы сможем с вами преодолевать быстрее, чем за два часа. Не, скажем так, на самолете, да, там вроде бы он летит час небольшим, либо час самолет, но сколько мы времени затрачиваем для того, чтобы добраться в аэропорт, а потом от аэропорта в центр города. А здесь из города в город меньше двух часов. Комфортно, быстро и намного дешевле, что очень важно. И, конечно, для бизнесменов, для людей, для муниципалитетов, для стран, которые будут реализовывать данные проекты на своей территории, очень важен еще такой показатель, как быстрый срок окупаемости дорог. От года до пяти. Четырнадцатый год, как я вам сказал, это год был, когда были привлечены первые инвестиции в наш проект. И, по сути дела, в тот год компания занималась аккумуляцией денежных средств. С целью, скажем так, определения участка земли, на котором начать строить экотехнопарк, сегодня это так называется, с целью демонстрации и сертификации всех трех направлений транспортной технологии, и потом выведения всего на мировой транспортный рынок. У группы компании Skyway существует четкий пятнадцатиэтапный бизнес-план с 2014 по 2017 год включительно. Этот пятнадцатиэтапный бизнес-план разбит, скажем, на эти этапы пятнадцати и имеет целый ряд, скажем, перечень работ, которые необходимо выполнить в течение каждого этапа. Вот сегодня мы закончили уже шестой этап и переходим на седьмой этап реализации технологии Юницкого. Так вот, 2014 год, наверное, самый ключевой момент, который произошел в 2014 году, это открытие научно-производственного предприятия в городе Минске в мае месяце, когда у нас появились первые специалисты-конструкторы. Потом, скажем так, появился инженерный персонал. Сегодня уже многим более сотни людей трудятся на реализации нашей технологии. Ключевым годом стал 2015 год, переломным. Это год, который, скажем так, произошли, наверное, основные моменты старта строительства экотехнопарка, то есть с января по февраль специалистами нашей компании окончательно был определен участок местности, за который компания приняла решение бороться, где мы будем строить экотехнопарк. В феврале была разработана первая схема застройки этого участка в привязке к конкретному участку местности. В конце же февраля начала свою деятельность компания Skyway Capital. В апреле, мае, июне месяце тоже произошел целый ряд ключевых событий, но один из них, наверное, двухраундовые переговоры в Дненных Арабских Эмиратах. И данная работа получила свое продолжение буквально в течение месяца назад, то есть арабские партнеры, был предварительно заключен договор о создании совместного предприятия, и вот они смотрят внимательно за тем, что происходит у нас на территории экотехнопарка. Также в июне месяце 22 числа состоялся аукцион, на котором участок местности 36 гектар в Минской области в Пуховичском районе был закреплен за компанией струнной технологии. 29 числа была сделана запись регистрации этого договора в Едином государственном регистре недвижимого имущества Республики Беларусь. В июле месяце группа компаний Skyway закончила свою реструктуризацию, то есть перерегистрировалась на территорию Британских и Вирджинских островов. С этого момента мы перешли на работу, скажем, с пакетами долей компании в долларовом эквиваленте. И в июле месяце были проведены первые работы на территории экотехнопарка, а с августа месяца активно началось строительство наших будущих тестовых участков, которые продемонстрируют, что из себя представляет транспорт Skyway. В сентябре месяце специалистами нашей компании был получен международный инфляционный код ценной бумаги. То есть это та процедура, которую проходят фактически все публичные компании, акции которых сегодня котируются на рынке. Также был важный век, и в 2015 году стали переговоры с делегацией, которая приехала к нам из Австралии. В начале лета в Австралии изучили материалы по технологии Skyway, а в сентябре Ротхук со специалистами своей компании приехали уже лично познакомиться с генеральным конструктором и увидеть, что проделал на тот момент. То есть после нескольких дней переговоров австралийская делегация отправилась к себе домой с твердым намерением реализовывать данную технологию на австралийском континенте. Далее в сентябре, октябре и в ноябре месяце состоялось еще целый ряд важных ключевых моментов. Ну это октябрь, это 17 число, закладка нулевого километра дороги Skyway, в Минской области. Вы видите внизу на рисунке, здесь точнее на слайде фотографию, вот таким образом изображен нулевой километр. Далее состоялась международная конференция в Минске после, скажем так, закладки нулевого километра и первые инвесторы, которые принимали участие в акции «Посади дерево», высадили деревья на территории Экотехнопарка и присутствовали где-то на трехчасовой международной конференции, которая проходила в городе Минске. Вместе с Пуховичским райисполкомом компания «Струнные технологии» принимала участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь» и сумма порядка 5 миллионов евро была распределена между двумя десятками проектов, одним из которых был проект наш. То есть к нам пришли денежные средства не только от краудинвестинга, то есть не только от физических лиц. Это тоже очень важно, нас заметили. И, кстати, проект компании «Скайвэй» включен в десятку самых, скажем так, перспективных на территории Республики Беларусь и самых денежно емких. Это тоже очень важно. Что еще хотелось бы сказать? По 2015 году в конце ноября было принято решение группой компании «Скайвэй» начать использовать новый инвестиционный продукт. Это приобретение пакетов акций компании «Скайвэй Кэпитал», в том числе, в рассрочку. То есть это удобно для людей. С одной стороны, да, они могут ежемесячно инвестировать небольшие суммы денег и в итоге стать обладателями крупного пакета долей компании. Это удобно компании, потому что, скажем так, мы на несколько месяцев вперед можем видеть, какие деньги почти 100% придут в технологию и мы их сможем использовать для того, чтобы реализовывать строительство экотехнопарка. Наступил 2016 год. И, наверное, самой важной вехой в начале 2016 года стало продолжение истории с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Помните, я говорил, что состоялся госсовет в 2009 году. На нем, кстати, Дмитрий Медведев сказал следующее. Да, технология инновационная, интересная, перспективная, но найдете денежные средства, пожалуйста, занимайтесь. Так вот, в начале этого года Анатолий Дарвич Ченицкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в котором поблагодарил его за то внимание, которое он уделил на госсовете нашей технологии в 2009 году. И сказал, что вот тот вопрос, что вы задали, касаемо денег, мы на него нашли ответ. Мы уже два года активно работаем, и сегодня нам есть что показать. Мы строим экотехнопарк, приглашаем вас осенью посетить его и убедиться лично, что мы украдили на тот момент. Что еще хотелось бы отметить? В составе Министерства экономики и Министерства транспорта Российской Федерации нашелся человек, один из замминистров, который давно следил за технологией, проникся ей. Ну и, наверное, он тоже поспособствовал тому, что Анатолий Дарвич Юницкий в начале этого года провел презентацию в Министерстве транспорта и на экспертном совете 11 февраля 2016 года было признано, что технология, разработанная Юницким, является инновационной технологией. То есть это очень важно. Такое Министерство экономики и транспорта дало высокую оценку. Это, кстати, ответ тем людям, скептикам, которые говорят, что ничего у вас не получится, что все это похоже непонятно на что, какая-то технология, финансовая пирамида и так далее. Министерство транспорта не признает непонятно что инновационной технологии. Мало того, продолжение последовало через буквально месяц с небольшим. 25 марта на заседании того же экспертного совета было признано, что технология, разработанная той, чем Юницким, является перспективной. И перспектива – это использование на территории Российской Федерации. Вы знаете, что Российская Федерация – это наша шестая часть суши. И дороги нам хорошие, ох, как нужны. Далее. Очень важным моментом развития нашей компании в этом году станет и уже, в принципе, стало мероприятие, которое пройдет в сентябре. То есть из Берлина, из Евросоюза, пришло приглашение принять участие в международном форуме, который называется «Инотранс». Этот форум проводится уже, по-моему, более 10 лет. На нем присутствовать будет более 2,5 тысяч компаний. Одной из компаний в категории транспортной инновации будет компания Skyway. Как сказал Анатолий Дорожевич Юницкий, на данном форуме будут представлены образцы транспортных средств. То есть городского транспорта Skyway и легкой путевой структуры, так называемой Unibike. Что еще хотелось бы отметить? Последние буквально два месяца огромное внимание нашей технологии уделяется в средствах массовой информации. Как в интернет-издания, скажем так, так и на целом ряде сайтов. Сайтов Австралии, например, сайта Далаиды, да, то есть университетом, на территории которого будет строиться точно такой же тестовый демонстрационный участок протяженностью 500 метров. То есть в Австралии проект получает сейчас очень активное развитие. Уже, скажем так, на целом ряде средств массовой информации, на радио, на телевидении выступал Ротхук и объяснял, скажем так, как преимущество данной технологии и на нашу технологию обратили внимание на уровне государства. Потому что все идет к тому, что будут, скажем так, инвестироваться в развитие данного транспорта государственные деньги на территории Австралии. И в июне, как нам сказало руководство компании, мы ждем очень большую делегацию из Австралии, которая приедет на территорию экотехнопарка, на территорию нашего научно-производственного предприятия в Минск и будут изучать, разбираться, задавать вопросы и планировать, как все это использовать на территории Австралии. На данном слайде вы видите, скажем так, сайт агентства Росбалт, информационно-аналитического агентства, где говорилось, что Россия и Беларусь объединились в поисках инноваций и используют технологию, разработанную Ницким. Это сайт делового журнала российских железных дорог РЖД-партнер. Здесь Интерфакс, я думаю, все почти знают взрослые люди данное агентство, которое, скажем так, ежедневно более миллиона человек читают информацию на сайтах и страницах издательства Интерфакс. И вы видите слайд, официальный сайт Австралийского университета Флиндерс, как раз-таки на территории которого будет построен тестовый участок протяженностью 500 метров с целью демонстрации транспорта Skyway. Ротхук на одном из мероприятий, оно было показано по телевизору, у него брали интервью после этого, опять же, информацию вы можете найти в новостях нашей компании. Когда-то он занимался развитием трамвайной сети, то есть, да, экологически чистый транспорт на территории южных, скажем так, штатов Австралии, южных территориях. Сейчас как раз-таки решался вопрос, расширять ли трамвайную вот эту вот сеть. А Ротхук уже говорил о том, что, вы знаете, есть транспорт, который далеко ушел вперед, новая технология, которая нам заменит трамвай, вот, и гораздо быстрее и эффективнее будет перевозить людей, грузы и так далее. Планы развития нашей компании на 2016 год следующие, то есть, с января, январь уже было, скажем, несколько месяцев назад, да, до осени, где-то до сентября-октября, будет идти монтаж городской транспортной системы Skyway, причем как в навесном, так и в подвесном виде, да. В октябре будут приглашены представители правительства, но в первую очередь, наверное, это Белоруссия и целый ряд регионов Российской Федерации, возможно, пришлет своих представителей на демонстрацию данного транспорта, да. В дальнейшем начнется промышленная отработка и сертификационная работа городского транспорта. Параллельно сейчас осуществляется строительство легкой трассы, так называемой юнибайки, и запускается строительство грузового участка трассы с погрузочно-разгрузочным терминалом, точно так же будут строиться анкерные опоры и так далее. Из свежих новостей по развитию технологий на территории экотехнопарка, ну, наверное, следует отметить то, что уже привезли профили для создания струльных рельсов, да, то, что началось возведение второй анкерной опоры, уже залит фундамент, вот. Ну и, в принципе, все ближе и ближе тот момент, когда будут устанавливаться фермы, будут натягиваться струны, и дальше уже пойдет отработка транспортное средство, которое будет нам демонстрировать, что из себя представляет транспорт Skyway. Грузовой транспорт планируется, дорогу построить, где-то к концу 16-го, начало 17-го года. Одно мероприятие большое в нашей жизни уже состоялось, это международная конференция 23-24 апреля в Минской области и в Минске, вот. И в октябре месяце мы ждем, что у нас будет подобное мероприятие, только гораздо большего масштаба. После выставки Иннотранс в Берлине, который пройдет с 20 по 23 число, в октябре у нас планируется международная конференция в Белоруссии, на которой людей будет лет раз в 3-5, мы планируем больше, чем это было в апреле. В апреле было более 700 человек в первый день. Вы знаете, я, наверное, задам вопрос, стоит ли сейчас включать ролик, там двух-трехминутный, который продемонстрирует вам те работы, которые выполняются на территории Котехнопарка, ну, где-то 2-3-4 дня назад. Или мы с вами пойдем дальше по информации, почему я вопрос задаю, потому что после меня сегодня в 19 часов будет мероприятие, которое будет проводить Владимир Маслов. Он будет проводить по адресным проектам. Вот я вижу, Маргарита говорит, что она видела эти ролики. Вот тут она писала, конечно, показывать. Опрос давайте мы не будем проводить. Я могу сказать следующее, что в разделе новостей на сайте компании Skyway Capital либо в личном кабинете вы сможете найти видеоматериалы и свежие по металлу, который привезли из Финляндии для материалов струнных рейсов. И то, что, скажем так, касается залития фундамента второй анкерной опорой. Перейдем непосредственно к компании Skyway Capital. Как я говорил, мы занимаемся вопросом привлечения инвестиций. Основная наша деятельность, в принципе, это финансовая и информационная. Цель – это привлечение максимального количества денежных средств для реализации технологии, новой прорывной транспортной технологии, которую заработал Юницкий. Наша миссия, вот сейчас я долго говорил, она написана на данном слайде и, в принципе, она никуда не делась. Нам, кстати, не так много и лет, год с небольшим, то есть полтора года нам еще нет. То есть год и три месяца, неполных четыре месяца, как мы работаем на международном рынке. Основная цель – привлечение необходимого объема инвестиций, как я сказал. Система привлечения инвестиций у нас сегодня – это краудинвестинг, это привлечение, скажем так, денежных средств от физических лиц по их сегодняшним возможностям. То есть никто никого не заставляет отдавать последние деньги, никто не заставляет людей, скажем так, отдавать нам все, а потом месяц, полгода не есть, ничего не одевать и так далее, и так далее. По мере возможностей, потому что сегодня мы принимаем инвестиции на основе микрофинансирования, и принять участие в нашем проекте могут и как студенты, и пенсионеры. Я никого не хочу обидеть, но, как правило, это наименее социально защищенные населения, до большинства стран мира, не только там страны СНГ и Европы. В Европе тоже, скажем так, огромное количество стран, где пенсионеры фактически ничего не получают. Результатом нашей деятельности – это выведение нового транспорта на мировой транспортный рынок. Как я уже сказал, задача – это привлечение максимального количества денежных средств, максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования, потому что еще сегодня у нас есть возможность, проинвестировав там тысячу рублей с небольшим, и стать совладельцами технологий. Кстати, добавлю вот следующий важный момент. Все люди, которые сегодня инвестируют в наш проект, пока эта еще возможность сохраняется, они становятся как бы совладельцами компании, совладельцами технологий. В дальнейшем компания будет использоваться в большом количестве адресных проектов, где будут строиться дороги. Соответственно, все эти дороги, которые будут построены, наша компания в них будет принимать участие, долевое участие, технологии. И будут там эти дороги приносить прибыль. И вот та прибыль будет распределяться между теми людьми, которые сегодня инвестируют денежные средства в наш проект. Помнили возможности. Одна из задач, которую мы ставим перед собой, это создать вам благоприятные условия. Действительно максимально комфортные, чтобы вы могли, скажем так, не выходя даже из дома, имея компьютер, имея какое-то устройство для выхода в интернет, разобраться в информации и стать инвестором, стать совладельцами данной технологии, стать совладельцами крупнейшей мировой транспортной компании. Потому что перспектива нашей технологии – это 30-50% всего мирового транспортного рынка. А транспортный рынок – это миллиарды и триллионы долларов США, которые крутятся в этой сфере. Я думаю, вы все слышали, какие цифры выделяются, миллиарды рублей ежегодно на поддержание в работоспособном состоянии наших дорог, железных дорог, аэропортов и так далее. И каждый год этих денег все больше и больше инвестируется, но, к сожалению, дороги лучше от этого не становятся. И задача наша – это обеспечить максимальную прозрачность всему, что делаем мы, максимально быстро информировать наших инвесторов обо всем, что происходит в проекте группы компании Skyway и компании Skyway Capital в частности. У нас есть отдел информационной поддержки. Если вы, скажем, при регистрации не уберете галочку, что вы готовы получать информацию от наших менеджеров, люди, которые квалифицированно доносят информацию до каждого партнера, который интересуется нашим проектом. В целом, опять же, условно, на четыре части можно разбить реализацию нашего проекта. Сегодня самое важное – это своевременное финансирование всех тех работ, которые, скажем, необходимо выполнить на каждом этапе развития группы компании Skyway, по тому бизнес-плану, что я вам говорил, 15-этапному. Это строительство экотехнопарка, который сегодня идет полным ходом, поверьте мне. В дальнейшем уже, когда мы привлечем необходимое количество денежных средств и убедимся, что нам их будет достаточно для строительства экотехнопарка, демонстрации, сертификации транспорта, инвестировать можно будет только уже в отдельно взятые адресные проекты. А те, кто инвестирует сегодня, соответственно, во всех адресных проектах вы будете иметь свою долю, свою долю дохода. И в дальнейшем вы можете какую-то часть пакетов акций либо продать, когда у нас будет стоить каждая отдельно взятая акция в 2017 году 1 доллар США. Сегодня вы их приобретаете за 5-10 центов, какие-то пакеты более крупные, за 10-е части цента вы приобретаете отдельно взятую акцию. Вот в дальнейшем вы сможете получать прибыль. Опять же, кратко о компании. Мы зарегистрированы в Великобритании. Инвестировать в нашу компанию могут практически жители любой страны, за исключением буквально 5-6 стран, где, скажем, все идет по тем законам, которые прописаны в этих странах, где, скажем так, мы их называем странами с ограниченной возможностью инвестирования в наш проект. Приобретая пакеты акций в нашей компании, вы становитесь акционером группы компании Skyway. И в конце каждого месяца мы передаем список акционеров, которые записывают в реестр, независимый реестр держателя. То есть информация о вас будет там. У нас реализована круглосуточная информационная поддержка. То есть со страниц сайта, со страниц личного кабинета вы можете обращаться к специалистам технической поддержки и получать ответы на свои вопросы, возникшие. Либо люди, которые только впервые зашли на наш сайт, могут просто написать свои вопросы и им объяснять, что из себя представляет и технология, и что такое компания Skyway Capital. Капитализация денежных средств на сегодняшний день, даже на минимальном пакете, составляет свыше 5000% за ближайшие 3-5 лет. А сегодня, благодаря возможностям, которые предлагает компания Skyway Capital, вы еще можете начать зарабатывать деньги, не дожидаясь выхода группы компании Skyway с технологий на мировой транспортный рынок. Благодаря партнерской программе, которая есть в нашей компании. В самый начальный момент старта Анатолий Дарвич и униска его соратники поняли, что есть такой инструмент, который позволяет людям не просто поверить, инвестировать и ждать в будущем получения дохода от тех инвестиций, которые они сегодня сделали, но и помочь нам давать информацию своему окружению. И за это компания вознаграждает своих партнеров, инвесторов, благодаря партнерской программе, которая у нас есть. То есть вам не нужно, скажем так, перетаскивать круглое и перекатывать квадратное. Вам не нужно выполнять тяжелую физическую работу, а по сути дела для того, чтобы зарабатывать деньги уже сейчас, вы можете работать с информацией. Людей вокруг вас много. И причин принять участие в нашем проекте у них тоже огромное количество. Помимо того, что они могут поверить в технологию, в то, что, скажем так, нам нужен новый транспорт, то, что им нужны деньги, да, людям также нужно признание, участие в чем-то таком большом, да, то есть, знаете, стать сопричастным к какому-то большому проекту. И причин еще может быть много. Кому-то, может быть, действительно причиной может служить, скажем так, просто какое-то количество денежных средств для реализации того, что им важно на сегодняшний день. Ребенка в секцию устроить, там, купить что-то, там, и так далее, и так далее. И данная партнерская программа – это инструмент в ваших руках, инструмент в их руках. Компания за это щедро вознаграждает. Подробнее о партнерской программе мы говорим по вторникам и пятницам. Завтра в 13 часов будет вебинар, на котором мы рассмотрим, какие проценты за что начисляют, и можем поговорить о том, какой доход можно получать. На данном слайде сейчас вы видите преимущество партнерской программы. Их гораздо больше, чем 6. Ну, мы какие ключевые здесь включили. То есть вы можете получать вознаграждение до 24 уровня глубины. Достаточно высокий процент от инвестиций, которые вы можете привлекать, до 20 вы можете зарабатывать. Минимальная сумма инвестиций, которую вы можете сделать и зарабатывать серьезные деньги, может составлять всего 15 долларов США. Никто в полос не ограничивает по времени, который вы используете для создания этого бизнеса. Вы можете тратить 5, 6, 7, 10 часов в день, а можете тратить и 10 часов в месяц. Это ваше право. Важный момент, наверное, партнерской программы, то, что у компании до сих пор существует так называемый акционный счет, куда мы начисляем денежные средства, заработанные вами. И эти деньги вы можете потратить на приобретение пакетов акций в нашей компании, соответственно, увеличивая долю инвестиций в нашем проекте. Цель партнерской программы – привлечение в проект порядка 300 миллионов долларов США, создание региональных лидерских структур, потому что у нас есть еще дополнительный бонус для людей, которые структурируют бизнес, которые строят большие партнерские структуры, которые на себя берут немного больше дополнительной ответственности. И у них есть отдельная программа, по которой им выплачиваются бонусы. В дальнейшем – это создание адресных проектов, а сейчас в целом можно сказать, что партнерская программа и все, что мы делаем – это оптимизация всех бизнес-процессов для максимального привлечения денежных средств в ту технологию, о которой мы с вами говорили вначале. Важный момент. Вот сегодня я сделал акцент именно на этом. У нас 8 числа меняется дисконт, меняется уровень доходности по пакетам. И вот сейчас вы на слайдах на нескольких увидите разницу между тем, что сейчас вы можете приобрести. У нас есть рассрочка 25, 50, 100 долларов в месяц и 200 долларов в месяц. Пакеты старт, сеньор, стабильный бизнес. Вверху вы увидите то количество акций, которые вы можете приобрести, если сделаете оплату, покупку пакетов до 8 числа включительно. А внизу это то, что будет после 8 числа. Это дисконт седьмого этапа. И отличие очень серьезное. Ну вот, например, пакет стабильный, да, то есть если вы будете инвестировать на протяжении 10 месяцев по 100 долларов ежемесячно, в итоге на выходе у вас будет на, фактически, 45 тысяч акций меньше, если вы это сделаете после 8 числа. То же самое касается крупных пакетов. То есть здесь, скажем так, дисконт еще больше уменьшается. То есть где-то от 40, ну, где-то в среднем на 40 процентов. Это пакеты по ежемесячным оплатам 500 долларов в месяц, тысяча, две с половиной и пять тысяч. В принципе, это пакеты, которые были у нас в личном кабинете, они появились где-то месяц-полтора назад по просьбе наших инвесторов из европейских стран. То есть из тех стран, где люди, скажем так, легко могут проинвестировать 500 долларов ежемесячно, это абсолютно никак их не стеснит. Далее, пакет юбилейный у нас был, который прекратит свое существование. И у нас есть пакеты, которые продаются только до 31 числа. Одиноразовая оплата 5 тысяч, 10 тысяч, 50 тысяч долларов. После 8 числа будет 4 пакета, но дисконта будет значительно ниже, чем то, что вы видите сейчас. На пакете в 50 тысяч долларов он почти в два раза будет снижен. Видите разницу? 30 миллионов, да? И 16 миллионов 750 тысяч. Пакет юбилейный прекратит свое существование. Я думаю, многие из вас слышали, что это за пакет. Это люди готовы инвестировать тысячу долларов, и им предоставлялось 30 тысяч акций взамен этих денег. То есть дисконт был 1 к 3 стам. Это уровень доходности по пакету. Если люди умудрялись, точнее не умудрялись, а позволяли себе в течение месяца после первой покупки на тысячу долларов проплатить второй пакет, то им уже начисляли 480 тысяч акций. И третий пакет, если в течение месяца 570 тысяч акций. Сейчас, если вы приобретете этот пакет и успеете, например, сделать два платежа, соответственно, у вас будет начислено 300 и 480 тысяч акций. После 8 числа вы видите, да, что на 4 части будет разбит данный пакет, у него будет название «Инотранс». Если вы 4 раза будете инвестировать по 1000 долларов в течение 4 месяцев, либо вы можете это сделать быстрее, в итоге количество акций, которые вы получите, будет значительно меньше, чем то, что вы получаете сейчас. И у нас уберут пакеты в рассрочку, которые предполагают посадку фруктового дерева, именного, на территорию экотехнопарка. Этих пакетов не будет. Дальше вы видите стандартные пакеты, которые у нас расположены в разделе «Инвестировать». И уровень доходности, потому что, видите, нет пакета 15 долларов, его не будет после 8 числа. То есть минимальная инвестиция в наш проект будет 30 долларов. Если сейчас 30 долларовый пакет, уровень его доходности, то есть дисконт, 61, то после 8 июня он будет 40. Соответственно, более чем там 34-35% снижения дисконта состоится на эти пакеты. Поэтому сейчас самое время принять активное участие по распространению информации о нашем проекте. Самому возможно купить себе какой-либо из пакетов. Вы позволите людям на более выгодных условиях приобрести себе пакеты акций нашей компании. Они могут это сделать после 8 числа. Небо на землю не упадет. Просто на выходе у них будет меньшее количество денег, если они это сделают сейчас. У нас есть инструменты для партнеров. В разделе «Инструменты партнера личного кабинета» это план вознаграждения, который вы можете скачать и сами рассказывать своим партнерам. Это реферальные ссылки, которые являются основным инструментом для того, чтобы вы могли зарабатывать здесь деньги, потому что именно по ним регистрируются люди. Это баннеры для тех людей, которые умеют вести интернет-бизнес, для тех людей, у которых есть свои сайты, блоги. Они могут разместить 1 из 60 баннеров из личного кабинета, к которому прикреплена реферальная ссылка. И этот баннер 24 часа в сутки будет находиться на вашем интернет-ресурсе и позволять зарабатывать вам деньги. Потому что при нажатии на этот баннер люди будут переходить либо на лендинг-инвестор, либо на официальный сайт, в зависимости от кода, который вы скопируете и вставите на свой интернет-ресурс. А далее, если они там нажмут кнопку «Регистрация», это ваши реферальные партнеры. К инструментам партнера относятся и наши новости в разделе личного кабинета. Потому что есть кнопки соцсетей, нажимая на любую из этих кнопок, если вы там зарегистрированы, вы информацию отправляете в социальную сеть. И люди, скажем так, также могут из списка ваших друзей либо групп, в которых вы состоите, познакомиться с информацией, перейти на наши ресурсы, зарегистрироваться, это они становятся вашими реферальными партнерами. К инструментам можно отнести вебинары, которые у нас проходят каждый день. Это и презентация, и вебинар по партнерской программе, и целая череда обучающих мероприятий, скажем так, которые проводят лидеры структур нашего бизнеса. Это мероприятие, которое будет буквально через 10 минут после меня Владимир Маслов будет проводить и давать интересную информацию по адресным проектам по проекту SkyWay в частности. Это периодические промо-акции, которые у нас проходят, и сейчас у нас в личном кабинете есть целый ряд акционных пакетов, которые вы можете приобрести. Также к инструментам относятся оффлайн-мероприятия, и на сайте нашей компании, в разделе о компании, есть региональные партнеры. Такой пункт, нажимая на него, вы можете ознакомиться со списком оффлайн-мероприятий, которые планируется провести в июне месяце в целом ряде регионов мира. То есть те мероприятия вы тоже можете использовать как инструмент, приглашать туда своих людей, и эти люди получат информацию, квалифицированную от лидеров бизнеса компании SkyWay Capital, могут там принять решение, стать инвесторами. В разделе события есть расписание вебинаров, то есть тех вебинаров, которые люди могут смотреть онлайн, находясь дома, находясь где-то, находясь в коллективе людей в кафе, могут сесть, заткнуть уши от музыки и послушать наши обучающие мероприятия. Как я говорил, вы можете обращаться в службу технической поддержки со страниц сайта и со страниц личного кабинета. Не стесняйтесь задавать свои вопросы, у нас работают квалифицированные специалисты, и эта служба работает круглосуточно. Те вопросы, на которые не смогут сразу же ответить специалисты техподдержки, оформляется заявка, и на них уже отвечают, скажем так, и рихтуют эту ситуацию специалисты у нас здесь, в Москве. Каждому из вас сегодня предоставляется возможность принять участие в инновационном проекте, который касается еще и мира инвестиций. Как я говорил, вы можете потратить свои физические, духовные, моральные усилия, финансовые, принять участие в глобальном проекте, который круто изменит жизнь людей в целом. И поверьте, вам потом будет чем гордиться и что рассказывать потомкам, будь то детям, внукам. Мало того, если вы, скажем так, находитесь в мудром возрасте, да, как я говорю, и стали инвесторами нашего проекта, есть возможность передачи тех пакетов акций по наследству и бизнеса по наследству. Поэтому используйте данные возможности. Знаете, как разместить баннер в сети, я, в принципе, смогу показать, но это, наверное, все-таки на вебинаре в среду. Но кратко скажу, вы заходите в раздел «Баннеры», вы выбираете из списка тот баннер, который вас устраивает по размеру, да, выбираете либо лендинг инвестор, либо сайт, у вас меняется немножко HTML-код. И когда вы выбрали, просто копируете в память данный HTML-код и размещаете в то поле на вашем интернет-ресурсе, где вы хотите, чтобы данный баннер появился. У нас баннеры есть продольные, вертикальные, квадратные, разного размера, с разными картинками. Все они, в принципе, красивые, там меняется периодически картинка, то есть они привлекают внимание. То есть разместить это просто. Главное, чтобы вы знали, как размещать, скажем так, HTML-код на ваших интернет-ресурсах. А если вы это умеете делать, то для вас вообще никакого труда не составит размещение данного баннера на интернет-странице. Если ко мне нет каких-то вопросов сегодня, то я вам предлагаю сейчас успеть заварить себе чай или кофе и принять участие в вебинаре, который будет буквально через 8 минут следом за мной. Владимир Маслов вам даст очень полезную и интересную информацию. Человек успешный, человек является доктором экономики, и у него есть чему поучиться. Человек, который строит большую партнерскую сеть, человек, который не сидит на месте. У него, кстати, в этом месяце запланированы посещения и Швеции, и Финляндии, и, если не ошибаюсь, там Дании, то есть и Германии, то есть целый ряд городов, в которых он будет проводить оффлайн-мероприятия. Если у вас там проживают люди, в этих странах, зайдите, посмотрите, где будет Владимир Маслов, пригласите людей на эти мероприятия. Вас же я хочу поблагодарить. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Завтра у нас 13 часов по Москве, вебинар по партнерской программе. Поэтому буду рад вас видеть. Приглашайте тех партнеров, которые в партнерке не разобрались. До новых встреч, до свидания.